Доброе утро, Игнат Тихонович. Так, подождите, я не вижу. Кто подошел? Почему вас не верят? Это я, Вахтанг, Итландия. Так, сейчас. Чуть-чуть подождите, я неожиданный. Вы не предупредили меня. Да, я написал вам, но вы, наверное, не посмотрели. Я не посмотрел. Я тут один копаюсь на улице, то здесь, готовлю сам все. Поэтому меня тут... Ну да, я так и подумал. Я так и подумал, что вы заняты, наверное. Да, я не захожу, дослышу-то неважно. И поэтому... Сейчас я гляну сначала. Так, минуточку. Почти подошел. Так, все. Слушаю вас. Добрый день. Вот, Игнат Тихонович. Сегодня получил. Сегодня вашу посылку. Ну-ка, разворачивай. Покажи, что там есть-то. Уже вытащил? Все? Да, да. Все тут есть. Все. Все абсолютно. Все. Я полдня простоял. На улице простоял, пока откроют лавку эту. Новую лавку открыли в церковной... Это в метрополии-то. Ну и они меня уже знают. Она начала доставать, видимо, где-то из заначки. На витрине-то, кажется, одна библия была. Да, вот эти два, две книги, такие, Святой Евангелие. Да. Да, да. Вот ваши, вот ваши толкования. Тут три книги тоже. Да, да. Это толкование Блаженного Фессионата, не мое. Но издание наше. А? А, издание ваше, да. Да, только издание. Ну, понравилось, как там внутри-то все? Да, 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 очень, да. Это картинка, это мы раскрасили сами Густавы Даля. Да, да, тут с иллюстрациями все, да, очень понравилось, да. Тут все, все, все как надо. Да. Да, замечательно. Очень долго шла посылка. Вот я только сегодня утром получил. Если честно, я очень удивился, потому что обычно, как бывает, сначала оплачивают, а потом посылку получают. А вот... А так, я вам поверил. Это честно. Я вам поверил. А ждать не было. Володя у меня уезжал в деревню, и мне нужно было этот груз тащить на почту, а я не могу. Поэтому я опередил событие скорее. Оно дошло из Москвы. Написано, границу пересекло, дальше стоит. То есть, самую Ирландию никак не могло войти. Почему, не знаю. Может, ждали попутно грузы еще. Я проверял все время по слежению там. Идентификационный номер-то дан. Да, я очень удивился, если честно. Вы просто замечательный человек, потому что у вас все построено на доверии. Вы в натуре человек от Бога. Потому что, ну, не многие как могут. Обычно как бывает. Сначала купи, а потом получишь товар. А тут я очень удивился. Сегодня получил посылку. Я думал, я думаю, это что-то. Честно, очень удивился. Очень. Так, вы, я не видел, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, нет, конечно. А чего? Зачем? Теперь вы посмотрели Библию. Покажите одну за другой. Библию сами покажите. Где? Да, да, сейчас. Издание. Два по благословению патриарха Кирилла. Для такого... Да, я посмотрел. Одновременно столько Библии. Я в руках не держал разных изданий. Сам-то первый раз такое получил. Я думаю, дай успею послать. Вы теперь несравненно богатые. Да, вот, да. Тут я посмотрел, да, они сенодальные издания. Вот. Вот одна. Если по благословению патриарха и сенодальный перевод, можете не сверять. Абсолютно точный. Да, я посмотрел. Вот тут на первом сразу написано, да, вот, с приложением. Вот, да, вот. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея Второго. Да. Да. Это одна. Одна. Теперь давайте вторую показывайте. Вторую книгу показывайте. Вторую Библию. Вот так, вот вторая, она чуть потолще, чуть-чуть немного. Да, у нее другой вид совсем. Да. Все там написано. По благословению кого? А, верни назад. Сейчас, да. По-моему, да. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета в сенодальном переводе. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. О, все. Это как печать, что абсолютно точно, полная Библия, 77 книг, не ту, которую протестанты у нас берут и 11 книг выбрасывают. У вас самая полная Библия, самая точная. Да, вот это черная, с черным переплетом. Давайте третью показывайте. А вот третья, она с зеленым таким, с зеленым переплетом. Также просчитайте первые страницы. Она вот открываешь, тут вот есть это, карта. Карта, да. Прекрасно. И вот тоже. Посчитайте, кто издал по благословению. По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Алексея Второго. О! Алексея Второго. Так, второе. Это две от патриарха Алексея Второго вам от благословения. Так, еще берите следующую, четвертую. Да, и последняя, четвертая она тоже. Вот она уже с конкретным зеленым переплетом. Такая вот тоже, да, одинаковая толщина. И тут тоже по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Алексея Второго тоже. Вот как Господь благословил. Ну, я не знаю. Вы, наверное, теперь там богаче королевы Великобританской. Это точно, да. Остается только... Я мимолетно читал Новый Завет, но вот у меня не было целой Библии, чтобы все прочитать от начала до конца. Вот когда с вами кто-то будет разговаривать и скажет, а где тут достанешь, там негде достать-то. А скажет, а у меня есть, но только самому близкому человеку. Вот так. Ну, вот я об этом тоже думал. Одна Библия стоит сколько? 100 долларов стоит она в этом магазине. 100 долларов. Сегодня она маленько подороже 100 долларов. Это я в 92-м году был в Сакраменто, в Америке. 100 долларов. Да. А сегодня она, наверное, около 150. Одна Библия, одна, один экземпляр. Это не две копейки. Да, я вам очень благодарен. Я вот всегда искал и думал, где купить, потому что один, одного издания, другой, второго. Думаю, чтобы не ошибиться, потому что читаешь одно, а там все исковеркано, исковеркано. Вот я не знал, где взять чисто вот такой вот синодальный перевод. Если написано по благословению патриарха, это синодальный перевод указан, все, проверять не надо. До буковки одинаково все. Очень вам благодарен. Начну читать. Я очень доволен, что вы получили. Я на днях думал, пойду сейчас к главпочтам делать запрос за границу. Куда делись книги? Потому что норма-то истекла. А дальше-то, если за границу, они почему-то укорачивают до трех месяцев, иначе у меня пропадет все. Я-то тоже рискую, если она пропадет. В одном месте было за границей, мы послали, а там хозяев дома не было. Посылку вернули сюда, а здесь я должен заплатить теперь за нее. Я говорю, давайте распечатайте, я вам книги раздам, только не платить. Нельзя. Месяц проходит, второй я прихожу, она у них лежит, место занимает на полке. Я стал опасаться, что случилось, почему вы ее не получаете. Послежу по этой, попозже там. Не дошла еще. А когда доходит, оно указывает. Получатель получил в руки. Все. И меня еще очень удивило, потому что ирландцы, они такие немножко такие, насчет этого, они такие жадные. Они всегда все растамаживают. Если что-то переваливает за 100 долларов или за 100 евро, они начинают растамаживать все. А вот она вот чисто пришла, я не платил ничего абсолютно. Чисто посылку получил и не платил ничего. Давай, заходи. Сейчас он на меня стущится. Сейчас, подождите. Я расскажу, один неприятный случай у меня был. Я послал в Данию, хороший человек попросил. Ну, я наложил там книг много. В Данию задержали на таможне. Нужно доказать, что эти книги вроде не ворованные. Мы здесь собираем, я пишу данные, печати ставим, переводим на английский язык. Отослали, а не новое требование. Доказываем, что я их заплатил на типографии. Это мое издание, я автор. Они еще новое. И потом развернули ему в руки, а он каждый день ходит на почту, они показывают посылку и не дают, и не отдали. И катнули ее назад. А теперь, это заграничная, она та же самая цена, мне второй раз пришлось платить. Тот человек волнуется. Ну, я что говорю, ты не виноват? Да я давайте вам оплачу, за что ты платить-то будешь-то? Нет уж, это на мне все расходы. У меня уже раза три так было. А в Дании, Дания, ну, до вас дошло, я переживал так. Ну, как переживал, я молился об этом. Ну, в Ирландии, если честно, посложнее, чем в Дании. Но все обошлось очень хорошо, все спокойно, все. Только что долго шло, и все, долго шло, и все. Вы, если смотрите канал, на днях один юноша, ну, юноша, мужчина молодой, он получил от меня подарок, полный 38 книг, там 37 книг. А эти книги были оставлены в Воронеже, парализованному Сергею, но он не сумел их передать в национальную библиотеку. А теперь мать осталась одна, и она, наняли там людей, почту, и они ему прислали, и он их как получает, здесь раскладывает, радуется. У него отец верующий. Вот картина красивая. Божий дар называется, прям в самом начале ролик стоит. Как он встречает, как теперь открывает, как книги раскладывает и благодарит Бога стоят. Вот такая картина. Я тоже, я очень обрадовался, если честно, это вот для меня сокровище вообще. Да. Это для меня сокровище. У нас же была... Вот еще такая книга есть ваша, Игнат Тихонович Лапкин. Да. К книг финному православию. Да. Она мне далась очень дорого, я 40 лет собирал материал. Тут ответ на самые большие вопросы. По ней диссертацию защищают теперь. Посмотрите в конце, в оглавлении, какие там... Что, какие темы-то? Это в самом конце, да? Да. Оглавление там написано. Объявление? Нет, нет, нет. Оглавление. Еще назад. Весите листик один. Один листик назад. Сейчас. Так. Листик назад содержание. Еще листик назад. Вот начинайте. Первая строчка содержания. Что там написано? Слово Божие. Священное Писание. О! Что такое Библия? Как к ней относиться? Кто писал? Там такие данные. В эту книгу поставьте на первое место. У вас там ответы. Дальше вторая тема какая? О молитве. Двенадцатая страница. Что такое молитва? Как правильно молиться? Что говорят святые отцы? Каноны церкви? Все абсолютно взято. Житие святых. Все взято. Кстати, Игнат Тихонович, вот о молитвах хочу вас спросить. Вот молитвы, они, их надо чисто соблюдать, как они прописаны? Или вот можно от себя что-то, например, там добавить или что-то? Там написано, дорогой мой. Там все написано. Хорошо. И надо по молитвеннику, и дальше своими словами открывать свои желания перед Богом, как постол Павел к филипистам пишет. Ну, дальше идет там о покаянии. Потом прочитайте. Прочитайте, какие темы в этой книге. Потом двадцать пятая страница о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, о бесповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыне. Ну и так далее. Спаси Господи от Уфы. Интересно, да, все. Очень много материала духовного. Прочитаю обязательно все. Повторяю, повторяю, сорок лет я материал собирал. Сорок лет. Там на первой странице написано, кто мне помогал. Профессора помогали, академии, там, за границей. Я все по строчке собирал и собирал. Он из-за материалов состоит. А моего-то ничего почти нет. Да. И вот эти три книги. Вот первая книга. Новый Завет. Столкование. Да, да. Вот хочу спросить, вот эта книга, это книга, это книга, это книга, новый Завет с толкованием, составитель комментариев Игнатий Лапкин. Да, комментарии они выделили другим шрифтом. А вот дальше ты считай, кто? А вот я вот об этом хотел спросить вас. Да, вот я вижу тут толстый шрифт такой побольше, да, такой. Это вы, да? Выделить, чтобы обратить внимание на это. Жирный шрифт. Это блаженый феофилакт сказал. Или златоуст, или само Евангелие. Я его выделил, чтобы броска в глаза была. И какое толкование дают святые отцы на это? Блаженый феофилакт. А я нашел Симеонову богослову, сказал. Ифрем Сирин. Я еще расширил его. Это в комментариях уже. К самому толкованию блаженого феофилакта не прикоснулись. Но самое главное, что вместе с толкованием откровения последней книги Библии, Апокалипсиса. Он теперь доктор богословия, Геннадий Пас, он трудился три года. По всем святым отцам собрал за две тысячи лет, что было сказано. И как опровергать разных сектантов и перетеков. Это третья книга. 430 страниц только толкования. Вот я об этом хотел. Я перелистал. Пас получил сегодня час дня. И вот сразу перелистал. И вот сразу бросилось в глаза вот эти шрифты побольше. И вот хотел спросить. Это чисто вы выделили? Я выделил так специально. Чтобы главное выделить любовь к Библии, любовь ко Христу. Где об этом говорит блаженный феофилакт, я выделил. Когда людям говоришь, да он не говорил об этом. Он говорил об этом всеобщем благовестии. И чтобы все шли проповедовали. Все звали ко Христу. А теперь на это смотрят люди как новинка. Так эти книги видели в библиотеке у Путина. Патриарха. Я не просто книги издал. А у Бога просил благословения на это. Благодати. И мы проехали 120 тысяч километров. 650 городов посетили. 650 городов и сел. И в каждом я дарил полный комплект. А полный комплект это 750 евро. Я смотрел ваши ролики. Как вы там в Швеции, там у вас машина сломалась. Как вы там в библиотеке дарите книги. Очень интересно. Я смотрю. Я всегда смотрю ваши ролики. Просматриваю. Нельзя. Это Бог только благословил. Божье благословение. Нашего там ничего нет. Мы растерянные стоим. И вдруг полиция. И помогли эвакуатор вызвали. И нас затащили. Помогли. От все этого эвакуатора нас. Один на другом. И наконец мы там. А который человек живет в Калининграде. А переплыть. Литва. Из Литвы надо в Калининград. Там только детали эти есть. А человека нет он в Испании. Он оттуда дал указание. За нами эвакуатор прислали в Литву. Так я теперь знаю. Вот допустим. В эвакуатор погрузили тащат. И когда сами идем. В сто раз дороже. Ровно в сто раз. На эвакуаторе. Нас они там почистили. Ну представьте себе. В Швеции. До порта. Теперь переплыть. Теперь там тащить сколько. Но те расходы они взяли на себя. Там которые дальше были. Как Бог вел нас. Как за руку. И отремонтировали. И как нас потом. Мы доехали в Нижний Новгород. Где машину эту издали. Как нас там встречали. Кормили и снабжали. Вообще чудо божье. Главное мы стояли. Когда вот. А здание. Не знаю сейчас. Пятиэтажное что ли. Нижний Новгород. Но нам нужен главный инженер. Главный конструктор. Ну и там кто есть. Ну как то рассказать. А нас то. Мы уже нас отремонтировали. Но нам заехать надо туда еще сказать. А нам говорят. Вы тут в дверях стоите. Мешайте. Вестибюль. Это выйдите на улицу. Мы на улицу вышли. И там деревья стали. Стали. И давай молиться. Глаза открыл. Смотрю. О ком мы молимся. Три человека перед нами стоят. Как будто с неба их Господь упустил. Главный инженер. Главный конструктор. А мы говорим. Сколько проехали. Они нам сразу дали. Которые там проверяют. Он сел. Давай на ходу машину дергать. Проверять. Они нам заменили. Там много в машине. Ну какую деталь главную-то. И в столовой там. Мы пришли. А мы там на улице сидим. Они вытащили из столовой покормить. Мы говорим. Пятница. У нас нельзя есть. А что можно? Ну там помидоры. Они побежали. Опять корзину нам принесли. В Нижнем Новгороде. Как корреспондента прислали. Он все расспрашивает. Где мы были. Это реклама нашей машины. По всему миру проехали-то. Ее зовут Колымага. А я говорю. А для меня она белая лебедушка. Ну да. Везде друзья есть. Получилось так, что проехать под Ла-Манш-то мы не смогли. И поэтому на Ирландию, на самую Англию и на Шотландию я оставил три экземпляра в Эстонии. Чтоб туда переслали. Кстати, Игнатий Тиханович, вот в Ирландии они очень верующие. Вот я живу в маленьком селе. И даже в этом маленьком селе, где вот несколько домов, есть две церкви. Есть католическая церковь, есть протестантская. Чуть километр дальше есть протестантская еще. Вот они здесь в каждом селе абсолютно, вот в каждом маленьком селе есть одна церковь католическая обязательно. И плюс еще может быть и протестантская тоже, потому что они были под влиянием англичан тоже. Вот и на каждом шагу они вот, у них тоже так все подвешено, но немножко, немножко лицемерные, немножко лицемерие есть здесь. Да, вот они вот так вот как-то можно прочувствовать это, да. Но в основном они, да, вот постоянно вот в воскресенье ходят в церковь там, постоянно вот они, в них прогуливают вот это, да. Вот, например, я удивляюсь, вот территория Ирландии такая же, как Грузия, да. Вот такая же. Но в Грузии даже нет, нету, в Ирландии столько церквей, что в Грузии даже нет десятой части такого. Так, хорошо, я смотрю, тут готовлю, выключил, нет плитку. Ну-ну, хорошее сведение. Да, вот очень-очень на каждом шагу, я вот серьезно, вот даже в самом маленьком поселке, где вот 10 домов стоит, 10 домов, не больше, вот заброшенные даже. И вот церквушка. Кстати, вот здесь очень примечательно, вот церковь и кладбище рядом. Там кладбище вот старые и церковь вот рядом обязательно, вот почему-то вот. Но на каждом шагу здесь. У православных точно так же везде. И у старобрядцев, Рогожское кладбище. Так всегда и было. Я не знаю, вот где можно такую страну еще найти, вот как Ирландия, что вот на каждом шагу церквушка стоит. Если не церковь, то церковь вот такая вот. Церковь, вот они очень, но насчет этого здесь очень. Вот они вот, они католики. У вас там гражданство уже ирландское, или вы просто как рабочий? Нет, я здесь уже с 2001 года. Я гражданство получил уже давно, да. Ну я работаю, да. А когда вы будете, нет, в Тбилиси-то поедете туда? Я очень редко езжу домой, очень редко езжу домой. Ну вот собираюсь сейчас летом, летом собираюсь, да. А так очень редко. Я вам говорил, вы себе запишите. Новый храм, построенный в Тбилиси, это мой крестник, еврей. Отец на ум, на ум Щуков, вы обязательно к нему попадите, попадите. Вы увидите, какой хороший батюшка. Я уже вам сам говорил о нем. Я посмотрел ваши ролики, и он мне понравился как человек. Он хороший человек, хороший, да. Сразу видно, сразу видно по человеку, вот сразу, потому что... Вот даже в Грузии, вот у меня вот друзья есть, там они мне сообщают, что вот есть священники, которым нельзя довериться. Они такие, даже вот ведут себя так, вот очень-очень похапно, очень такие, ну как бы, я даже не знаю, ну... А вот этот человек мне очень понравился. Он такой... Я спрошу, а вы на каком языке там разговариваете с ирландцами? Ну у них, вообще их не язык, это кельтский язык, кельтский. Но они забыли свой язык, очень... Даже они сами не могут говорить на кельтском. На английском, они тут английский язык. Английский язык, да. Но в школах учат, да, кельтский язык они учат, ирландский, вот свой кельтский язык, ни на что не похожий. Они учат детей, но такой он уже как бы отходит уже в прошлое как-то вот так вот. А у вас там какая денежная единица? Евро? Евро, да, евро. Они в Евросоюзе, да. Доллар уже не действует? Вообще, доллар тут никогда не было в Игнатии. В общем, я вам писал, вы мне, если посылать будете, это надо ускорить, чтобы я не уехал пока в деревню. Вы мне 10 цифр скажете, и все, я сразу получу. Сейчас у нас, сегодня уже суббота, как бы уже, ну, у нас 2 часа, 10 минут третьего, уже суббота. И у них тут называется банк-холидей, они даже отдыхают в понедельник. То есть понедельник у них выходной, то есть банки не работают в понедельник. То есть получается, что суббота, воскресенье, понедельник парализованы, но во вторник или в среду я обязательно вам отошлю. У вас там была написана сумма 375, я 400 евро вам отошлю вестерн-юниону. Это у нас уходит сразу. Я иногда иду получать, когда деньги, я просто перед вами говорю. Заранее узнаю, кто там нуждается сильно. Я даже к деньгам не прикасаюсь, даже отпечатков моих нет. Это сразу деньги уйдут там на многодетных, на нуждающихся, на приезжих. Игнатий Тихонович, на ваше имя фамилия, да? Да, на меня имя фамилия. Все. Барнаул, да? Игнатий Лапкин, Барнаул. Десятизначный. Тут мне евро не дадут. Они начнут переворачивать на доллар, там с меня еще... А, да, 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 да. То есть они меня еще обдирать тут будут? Ну, я поэтому вам говорю, что я пришлю 400 евро вам, 400 евро, и вы по-всякому получите 375. По славу Божию, да. И очень вам благодарен. Что вы довольны, что получили. Я был очень удивлен, если честно, я даже не верил, что вот вы когда написали мне, что я отправил, я думал, как так может быть, у меня никогда не было, мне 40 лет, я никогда не был в жизни, чтобы... В жизни, как всегда бывает, сначала деньги, потом товар. А вот когда я получил посылку, я был очень удивлен, и вот... Очень вам благодарен, вы очень такой человек от Бога, вот в самом прямом смысле. Как-то помолился, что же делать, то Володя уезжает, от вас пока ничего нет, я говорю, Володя, я иду сейчас в лавку церковную-то, если Библия есть, я приложу, а когда 4 достали, так она продавец удивился, что я 4-то беру, я говорю, это для Ирландии. Ну и Володя отправил, и все тогда, я теперь слежу, они не доходят, я уже стал пищалить, я думаю, надо же, если вернут назад, а меня уже не будет, я буду в деревне, ой-ой-ой, а они за хранение берут тут. Я теперь доволен, даже если бы вы сказали, что у вас денег нет, я бы сейчас махнул рукой и сказал, во славу Божию. Да, да, нет, вот, ну, долго шло, долго, реально долго, потому что мне сегодня позвонили и сказали, ваша посылка пришла. Я так удивлен был, если честно, вот, даже не знаю, ну, как сказать, очень-очень рад был сегодня. Господь так все устроил, что меня напугал сначала, что я уезжаю в деревню, как послать и прочее, и Господь сделал так, что вы получили. Я же вам писал, что если денег нет, то и не платите, лишь бы только получили. Нет, 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 Игнатий Тихонович, вы что, я благодарен, я работаю, я жив, здоров. Почему? Наоборот, очень благодарен. Вот я вам говорю, у них сейчас выходные, называется банк-холидей в Ирландии. Иногда бывает, по-моему, 5-6 раз в году они отдыхают даже понедельник. Вот и сейчас совпало, понедельник тут парализованно, все, ничего не работает. Да ладно, ладно, ладно. Там десятизначная цифра, только не ошибитесь, точно пересчитайте, 10 цифр должно быть. Это не первый раз, я вестерн, я родным там дома тоже постоянно посылаю, это для меня не проблема. Да вы мне по бухам скажите, как мне с вами разговаривать, как вас называть по имени? Вахтанг, как Вахтанг и Кобидзе. А, Вахтанг, да. Мои годы, мое богатство. Да, 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 мои годы, мое богатство, да, да, вот и. У нас была одна девушка здесь, через нее мы нашли баптистов, она у баптистов была, а потом она приняла крещение, но мы сказали, ты не уходи тайно, оставайся там, неси доброе дело. То есть через нее отец Геннадий пришел вот этот, из Менонитов, немец, сейчас он доктор богословия, священник. Так вот, у нее фамилия была Деврешадзе. Деврешадзе? Да. Ну, грузинка, если Дзе. Грузинка, да. Хотя, знаете, Игнатий Тихонович, вот я сейчас, раньше я не обращал на это внимание, но Грузия очень много конфессиональная страна, и надо быть очень внимательным. Вот я сейчас заметил, что даже если оканчиваются фамилии на Дзе, очень многие переделанные есть фамилии, может быть, еврейка раньше была, и может быть, армянка. Вот не поймешь сейчас, вот очень так, знаешь. Ну, 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 грузинка, да. Вот 70-80% грузинка, да. Да, может и так будет. Ну, интересно, когда были, ездим, где были? Там, в Испании, Португалии называем. А когда Грузии доходим, у нас слово второе выскакивает, благословенная страна. Вот как-то с детства так, я не знаю, откуда у меня пришло такое благословенное Грузия. Мы как-то заехали, а он, крестник мой, и храм его нашли. А у них служба идет. Он сразу меня в алтарь, тут же меня там, кажется, переодели. Нет, даже так. И перед народом, и я говорю, и рядом переводчица на грузинский язык переводит. А когда обратно мы еще раз поехали через Турцию, точно так же попали. И он сказал, говорит, наши гости, а люди уже о нас знают. И когда мы вышли, они нам целые сумки, лавашу там, сыру, помидоров. Я говорю, отец, как они могли узнать, что мы проездом-то? То ли с собой они это взяли, а никак не мог понять. Ну, в церковь идут, руки-то пустые. А тут они нас на дорогу-то снабдили. Мы только выехали, давай обедать сразу. Очень расположенные и близкие такие нам люди православные. Ну, вы знаете, я вам что скажу. Вот я был маленьким ребенком, я ходил в детском саду. Я учился до пятого класса в средней школе, я учился в Вологде. В Вологде, знаете, да? В Вологде, в России. Да. И вот я когда, вот я помню, когда еще во время коммунистов, тогда это был 86-87 год. Вот. Вот когда вот мой автобус, я был ребенком, когда переезжал, там была церковь в Вологде. И вот там даже в этом церкви, в этой церкви очень много было людей тогда, даже тогда. Вот в Грузии в это время этого невозможно было увидеть. Я что хочу сказать, что вот в этих годах даже вот в России там люди больше, больше там верили, чем в Грузии. И в России там больше были, конечно, да, но больше было, попускали это все. Попускали, да, по какой-то причине, да. А вот я помню в Вологде... Мы были на... Ну ладно, говорите про Вологду. Вот я помню, я был ребенком, когда вот эта церковь была забита, 86-87 год. Вот я помню эту церковь, она была рядом с детским садом. Вот. Но в основном были пожилые люди, вот, со свечами в руках, вот. Вот. И я что хочу сказать, что потом я сравнивал, и вот я удивлялся, что вот даже тогда, вот, в Советском Союзе, вот, люди больше верили, вот, вот, там я больше увидел, что вот люди больше в церковь ходили, чем в Грузии, чем в Грузии. Хотя вот в Грузии у нас тоже, да, вот, вот, но больше старики, да, верили, да, старики там, люди старые, да, вот. Ну, а сейчас? Да. Понравился патриарх Илья II. Он сразу нас принял, и мы вышли на балкон и сфотографировались вместе с ним. У нас фотографии есть. Илья II. Он простой такой. Да, да, Илья. Он сейчас не престарел, это до 80-х годах. А когда я сидел в тюрьме, то там библиотека дают книги, и мне попала книга Гурам Гегешидзе. Не слышали такого писателя? Нет. О, очень хороший. Хороший. Это в советское время еще было, я читал. Так я сейчас когда был в Грузии, сказал, так вы это читали. Я говорю, ну, случайно попала. Вот. И он там говорит как раз о том, как внезапно погибает человек, о Боге, о вечности. Гурам Гегешидзе. Так помню. Обязательно посмотрю. Может где-то есть, но на русском языке у нас с переводом была. Игнатий Тихонович, у меня к вам такой вопрос, два вопроса у меня к вам, потому что вы человек с опытом, тем более в религиозном. Вот первый вопрос. Вот недавно была наша Пасха, да, православная. Вот я тут спорил с человеком о благодатном огне. Я ему говорил, что это просто вешают лапшу на уши людям. А вот он говорил, что типа... Один вопрос разрешен. Слушай, вот так. Это именно так и есть, уже сто раз исследовано. Людям нужно чудо, чудо будет, огонь с неба будет антихрист сводить. Я в этот огонь не верю абсолютно. Вы ответили абсолютно правильно. Да, но тогда, Игнатий Тихонович, получается, что столько людей стоят в храме, и они получаются так, что как оболваненные стоят там, и вот машут этими огнями. Как они стоят-то? Там такой шум, барабаны бьют, верхом друг на другу едут арабы, это у них такое принято. Там беснование настоящее. Вот, ну вот и об этом я и думаю. Это как легион такой, вот машут этими огнями, беснование какое-то. А теперь возьмите, вот когда бывает преображение, то собираются на гору Фавор. Во-первых, Писание не говорит, на какой горе. Это люди так говорят. И там палатки разные, там туристы, вот как облако будет, и как что, это доказательство нашей веры. Это русская зарубежная церковь, у них там была икона, иверская икона Божья Матерь, мира тащила, мира. И мазались везде, я сам имел. Ну и, так сказать, это наша вера тогда правее, чем тут у патриархии. А теперь в патриархии сотни тысяч иконок замерточили. И составили комиссию, комиссию от патриарха. Там два было сопредседателя, Иоанн Экономцев и Павел Плоренский. Это директор геологической академии. Там химики, физики. И они долго исследовали, мир разных икон брали. И пришли к выводу, я своими словами скажу, я могу даже сейчас засчитать. Засчитать, как это было. Так, прям буквально минутку, сейчас я гляну. Так, минуточку, не отходите. Сейчас я быстренько сверну тут все, чтобы пробраться. Так, минуточку. Экономцев. Так. Вот смотрите, еще тут пишут они нам. А, Б, В, Г, Д, Е, 6. Вот как. Это у меня в книге, в моей, написано том 6. Вопрос 1510. Это в моих книгах. Открытым оком Игнатий Лапкин. Книга называется. А дальше в газетах вопрос мне задают студенты. В университетах я в пяти университетах вел занятия одновременно. В газетах много пишут, что на Руси невиданная экспансия разных заморских и заморощенных сект. Но ведь истинность нашей православной веры доказать не трудно. Например, ни о ком сам Бог так не свидетельствует, что наша вера божественная. Везде мир отощат иконы. Мощи нетленные являются. Идут новые канонизации. Православные миссионеры пользуются ли этими неотразимыми свидетельствами об истинности православия в беседе с сектантами? А то у меня записка поступила такая. Я отвечаю. Как ни глупы наши горе-миссионеры в кавычках-то, но в борьбе с сектантским суемудрием они на эти доказательства в кавычках очень не упирают. Разве только в уме своем потухшем. Пересчитывая все, что пишут алтайские миссионеры в кавычках, в алтайской миссии, в лампаде, в Александриневском вестнике, это три газеты, в этих эпохиальных мурзилках, как их называют знающие, что такое духовное. Но и там выступления Дворкина Александра Леонидовича, профессора из Москвы, не смогли озвучить с упоминанием этих доводов. То есть они на это не упирают. Или не захотели, чтобы не смешить своих противников. Миссионеров православия сегодня нет практически нигде, не говоря про алтай. Где тьма египетская по всему фронту, по всей линии соприкосновения с врагами истины и сектантов. Хотя и командировка профессора по сектоведению уже позади, он был здесь, но ничего не изменилось в этом плане. И никогда в обозримом будущем не может ни на йоту измениться. Московская патриархия не может никуда притулиться, как только к своим корням, традициям, крестным ходам, к поиску все новых и более чудесных чудес. Это ее история, ее опыт, ее подобие жизни. Они пока еще машут широкими рукавами с трибун съездов, конференций, форумов и прочих порождений плотского ума. Конкретно, посмотрите на это чудо, в кавычках, крестный ход на крещение Господня Наобь. Стоят на льду священники в ризах. На людей это новое шоу, придуманное как восстановление традиции новым епископам, действует совершенно в обратном направлении. Люди видят этих дебилых, неповоротливых батюшек с животами. В этих неуклюжих ризах, как в маск-халатах. В этих ипетрахилях-фартухах. Но глаз, выхватив это, ищет уже нового. Когда же будет главное действие? Когда можно будет окунуться или хотя бы поглазеть на входящих в ледяную воду? И вот эти десятки тысяч прохожан, не прихожан, разнесли домой эту вожделенную воду, пить которую местная санэпидемстанция запретила категорически. Так для чего же была эта комедия с ходом и прочими представлениями? Очень просто. Чтобы показать видимость жизни, видимость общения с народом, видимость труда великого. А где в это время были эти проклятые ими сектанты? Да не были они тут. Им зачем эти маскарады? Как они называют подобные наши выходки? А они, сектанты, в это время в домах культуры проповедуют, как могут свое учение, скачут с Библии, прищищают в кавычках своих адептов. Туда идут тоже тысячи. Там в это время идет необратимый процесс разрушения личности, разрушения государства. И лжет Дворкин, что большинство из них, уловленные заморскими эмиссарами, вернутся из сект. Нет, голубчик, ничего ты не смыслишь в этом. Ты еще и не нюхал сектантской кухни. Попавшему туда выхода практически почти нет, потому что некуда ему идти. В подворотню наших глупостей, в хамство Дворкиных, их туда не заманишь нашими затхлыми объектами с византийского подворья. Дальнейшая перспектива такова. Количество уходящих навсегда из православия будет все расти и очень стремительно. Количество прихожан в православных храмах еще стремительно будет падать. А эти восстановленные и кому не нужные храмы будут пустыми, и они будут отданы на пользу безбожникам или сектантам. Старые вымирают, и молодых почти нет в храмах. У сектантов молодежь. Они рождают своих и физически, и через обращение к своей вере. Их сон и легион увеличиваются с часу на час. Криком кричали православные о принятии нового закона. Борис Николаевич Ельцин пошел на поводу у патриарха и додавил принятие нового закона о религиозных культах, объединениях, организациях, обществах. Сколько было вопли за границей против этого закона. Но еще православные не успели перерегистрироваться, а сектанты все уже получили новое свидетельство. Прошли перерегистрацию. Вот так. И снова вопят православные, чтобы этот закон снова поменять. Так какой же нужен им закон, чтобы они угомонились-то? Да такой, какой был при царе батюшках, чтобы ловить, сажать, сжигать, морить в подземельях, как протопопа у вакуума сестер Морозовых, как штунду разную, и молокан, и духоборообразных мастей, жидомствующих, стрегольников. Но опоздали, любезная, времена уже не те, и вы повязаны в этих конвенциях, доллары вас ослепили, и слабость ваша не позволит вам рта открыть. Всюду погибель. Нужно к мудрости Божьей обратиться и учить в семинариях жизни, а не в мощах искать спасение, не в чудотворных иконах. Ну, дальше, премудрость Соломона, 8 глава, 8, 13 стих привожу. И далее. С первого дня, когда эти зарубежные церкви, в кавычках, имели мироточивую икону, всего лишь одну, тогда и нужно было передвидеть эту беду, куда забедут чудеса. И вот пишут в Комсомольской правде от 19 марта 2003 года на странице 18 и 19 заголовок. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Дальше пишут газеты. Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Пять специальностей. Сопредседатели комиссии Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской геологической академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Это в Комсомольской. Не сочтите за грубость, но народ наш стал слишком тупым. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Это все из газеты. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то, ну а кто-то там, просто издевается над нашими священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Кавычки закрыты. В одном-то городе Иваново уже мироточить 13 тысяч икон. Если такая авторитетная комиссия уже свет дает отзывы предполагаемой дьяволиады о возможной чертовщине, то что скажут явные недруги астегистантов об этих «чудесах» в кавычках. Ни один самый умный враг нам не подложил такую бомбу, как клюнувшие на это чудеса, на эти батюшки. А теперь вслух заговорили о том, как они всегда считают народ тупым. Да до этой тупости вы довели его, разлюбезные наши пастыри. Вы все довели акафистами, требами, да богослужением. Вы же мертвые до упора, мертвые беспредельно. О рождении свыше и не слышали. И свелете слова «рождение свыше» к мочению волос на макушке головы мокрой ладонью, выдавая это кощунство за крещение. Главные убийцы веры в народе являетесь эти самые, кто призван храдить народ. Не случайно Иоанн Затаус говорит, что львиная часть священников, большая часть священников погибает, большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в аду прямо от проруби Соби. Большая часть из этих избранных в президиуме епархии. Иоанн добавляет, архиеписк, что если хотя бы одна душа погибнет по внебрежности священника, то ему не хватит всей его жизни, чтобы загладить свою вину, а их гибнет миллионами. Им бы новый закон, чтобы эту власть устроили освенцам в стране, чтобы ловили и жгли, ловили и душили, 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 как шариков котов, душили староверов, баптистов. А сегодня говорят, что эти люди будут традиционно местные, они такие спокойные были, такие тихие, недеструктивные, не экстремисты были, не фанатичные, не талитарные, как невредные. Вот как заговорили, когда появились новые секты, то готовы старых своих врагов брать в соратники, чтобы одолеть новоявленных гуру. Не у пятидесятничество со всеми харизматами. Вот как. И далее ответ даю. Горе вам, что затворяете царство небесное человека. Матфея 23, 13. Это не мои слова. Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что все идет правильно, а другая, хотя и замечает, что у нее не так идет дело-то, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разное нелепое понятие в народе, от этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло распространяется и выходит наружу. Но тогда уже ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать, совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно, и можно знать, когда и как будет удобнее. Кавычки закрыты. Феофан Затворник. Он канонизирован. Вот какие, брат, дела-то. Да. Просто я удивляюсь, как люди любят вот это вот, что-то увидеть, а потом поверить. Там вот чудо, вот покажи мне чудо, вот огонь там, что-то вот. Ну, это просто... Ну, вот так. Вот такой ответ давал слушателям своим. Что такое чудеса? Народ тупой. Я говорю, ни один сектант своих прихожан тупым не назначит быть. Он будет открывать Библию. Наши ходили к адвентистам седьмого дня. Так вот стоит-то, ну, нет, там, пророчество. Даниил сказал, седьмая голова, шорох вот так стоит, как они листают. Бабки. А у нас ни одной Библии в руках нету. Ну, мы-то считаем, у нас-то есть, а я говорю про другие храмы-то. У нас иконы, и между иконами надписи из Библии. Между иконами надписи. И лежит Библия на аналой на русском языке. А у людей-то в других храмах-то он выйдет, он над головой прокрещал, открыл, и опять занес, и все. Да. А, кстати, вот, Игнатий Тиханович, я вот тоже, вот, я ваши ролики смотрю, и вот я тоже за это, что, вот, как называть, которые уходят, знаете, вот, там, в горах, или куда-то, вот эти монахи, знаете, монахи. Отшельники, монахи, иноки. Я тоже, я тоже, я тоже всем говорю, зачем уходить в горах, и надо людям проповедовать, куда-то там в горах уходить-то. Зачем в горы уходить? Это себе помочь только. А не надо себе помочь, это же надо людям, чтобы, наоборот, надо, надо не в горы идти куда-то, в скалы, там, забираться, и в леса, а выходить в люди, и проповедовать людям, что говорить людям, и, а не запираться там в горы, и там, что-то быть немым, там, или там, вот это я тоже против этого. Знаете, я им говорю, что если бы монахи не сидели, а их были сотни тысяч, проповедовали, вот эти два миллиарда мусульман, они были бы православными. Они на шесть столетий позже пустили. На шесть столетий. За шесть столетий ни одного Кирилла Мефодия к ним не послали. Да. Ну ладно, все, давайте расстанемся, следующие разговоры будут, вы приготовитесь туда. Еще один вопрос, пожалуйста, коротко, вот я вас очень хотел спросить, вот, как вы относитесь, вот, к еродивым, к еродивым? Ну, какие еродивы, то ли он такой придурок, вот, например, ну, например, вот, например, вот, Василий Блаженный. Ну как, эти нормальные люди были, они прикидывались дураками. А почему? Потому что, если нормально сказать, царь кознит, а он в виде кривляется, скажет, еродивый, это, говорит, мы, еродство проповедуем, люди на нас смотрят, как на еродивых, а не то, что мы слюни распустили и пошли, говорит, с соплями мазать по зрачевому забору. Это все выдумка, еродивая, мы еродствуем, когда говорим проповедь, говорим о Христе, как о Боге, второе лицо Троицы, и они нас считают ненормальными. Вот какое еродство-то. Ну, а вот, типа, ну, настоящие еродивые, типа, вот, например, там, там они спали в землянках, там голыми ходили, это ненормально, вы думаете? Абсолютно ненормально. Так вот он вышел, ему хоть еродивым быть, он вышел, написано про Семена, что же делать-то? Он глядит на свалку, пошел, там собака, он ее привязал за хвост и по городу потащил, а ребятички кричат, ерод, ерод, а ему это надо. Другой раз он разделся до гола и заскочил в баню к женщинам, они его там тазиками, он вышел, ну, говорит, как себя чувствовал, как дерево среди деревьев, холодная и горячая вода так же, то есть, дурили, а народ во тьме пребывал. Вот сейчас Ксения Петербургская канонизировали, муж у нее погиб, погиб там полковник или кто, она его одежу надела на себя и день еродствует, а ночью там кирпичи таскала на храм, все святая, нигде Бог не говорил так делать, нигде нет этого, а наоборот прославляется разум, премудрость, а не дурость. Мы дети Бога живого. Он нас по образу сотворил, а не дураками. Ну, я читал в Википедии, типа, юродивые, типа, они, типа, отрекают все вот эту, они, типа, вот, как бы, вот это, что, духовное, да, вот то, что там одежда, там всякие эти жизненные, эти прелести, они, типа, отвергают его, но это неправда, то это так не может быть, как так. Как может голым ходить мужчина, голым? Вот, возьмите, они юродствовали, показывает, что они никто. Дурь. Да Господь-то разве заповедовал? Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Прямые указания Христа забыли, начали придуряться. Вот Иоанн Грозный казнил там по 500 почти человек в день, в Псков, когда пришел-то. Как сказать ему, что сказать? Как сказать-то он зверь? Ни в одном государстве такого террана не было. И тогда один юродивый дает ему мясо, ешь мясо сырое. Он говорит, сейчас пост. Пост нельзя. А людей жрешь, не боишься. И скорее в толпу спрятался. Любого бы достали, казнили. А юродивого сошел, ну что с него спрашивать? Дурачок. Да, я читал, что он, он типа уважал Василия Блаженного, да, типа, что он как бы... Уважал, а живых казнил. Нет, не от Бога это все. Чтобы сказать, надо идти прямо и сказать. И уродствовал в Библии только один человек, Давыд, когда смертельная опасность была, он там слюни пустил по бороде и щертил. Ну, царю сказали там, Анхус, у тебя тут такой-то, а он прикинулся сумасшедшим. Его выпустят, он тогда бежать в горы. Такое бывает. Когда ограбили банк, Ленин специально руководил этим, и там Камо, Камо был главный у них. Камо, знаю, да. Шесть казаков убили, грабанули и драть, ну, поймали. И вот его Камо этого показывает, как испытал. Он прикинулся дурачком, сумасшедшего нельзя казнить, он не понимает ничего. Ну, и вызвали немецкого там психиатра большого. Он такой вот, лента, как два пальца, железного, накалил ее до красна. И говорит, проводите ему по спине. А сам смотрит. А он такой терпеливый, ну, здесь собрался, чтобы не показать, что больно, а то он смотрит, а у него зрачки вот так вот раскрылись и так. То есть, это от него не зависит. И он понял, что он нормальный, но не сказал. Все. Хорошо, Игнатий Тихонович. Большое вам спасибо. Было приятно поговорить с вами. Я вам... Вахтанг, спаси Христос, говорит, спасибо не надо нам. Хорошо, спаси Христос, да. Спаси Христос. Ну, Ну, тогда, во вторник, во вторник, я вам пришлю по скайпу, да, ну, то есть, этот код. Вы у меня выйдете опять, и я его... Вы меня в моем мире пошлете, в мой мир. Или здесь... Раз, если нет. А у меня... У меня... Я не знаю, как мой мир... Это... Я не знаю, у меня нет такого. Здесь в скайпе, давайте все. Хорошо, хорошо. Никто не получит паспорта у меня. Вы только обратный адрес... Благодарю, еще раз. Чтобы я знал, какой город или что, хоть указать. Да просто Ирландия, и все. Нет, я укажу. Ирландия, Корк, и Барнаул, Россия. Мне покажите, мне, когда будете писать. Ну, все, пока, с Богом. Спасибо, С Богом, да. Еще раз. Очень рад за вас. Очень рад за вас. Благодарю, благодарю. Аллилуйя. Удачи вам. Спаси, Христос.